В RAST управление памятью осуществляется посредством набора правил владения, которые компилятор проверяет во время компиляции. Первое правило. Каждое значение имеет переменную, которая им владеет, то есть имеет владельца. Второе правило. Одновременно у значения может быть только один владелец. Третье правило. Когда переменная выходит за область видимости, значение удаляется. Область видимости переменной – это область, в которой с переменной можно осуществлять какие-либо действия. Для объяснения правил владения рассмотрим более сложный тип данных. Ранее мы работали со строковыми литералами, их значение вписано в код программы и неизменяемо. Когда значение и размер данных заранее неизвестен, например, при вводе данных с клавиатуры, используется тип данных string. Создать переменную данного типа можно с помощью статической функции from, через двойное двоеточие, определяющее пространство имен типа. Строки типа string могут быть изменены. Теперь мы готовы рассмотреть примеры владения. В этом примере все просто. Значение переменной x копируется в переменную y. Мы можем использовать обе переменные, и не нарушается ни одно из правил. Это возможно, потому что все простые типы в Rust имеют типаж копии, благодаря которому переменные, которые владели данными до текущей переменной, остаются доступными. На экране вы можете видеть список типов, которые имеют типаж копии. Этот же пример с типом данных string. Внешне выглядит так же, но алгоритм работы совсем иной. Переменные сложных типов содержат не сами данные, как простые типы, а ссылку на данные. В случае со сложными типами данных, ссылка из переменной s1 была перемещена в переменную s2. После этого переменная s1 становится недоступной, чтобы не нарушать второе правило. Если вы хотите добиться копирования данных сложных типов, например, типа данных string, вы можете использовать метод clone. Но это может быть затратным по производительности. Передача значений в функцию схожа с присвоением значения переменной. Переменная, которая передается в функцию, будет перемещаться или копироваться. Этот пример демонстрирует, как переменные входят и выходят из области видимости. Если вы попытаетесь использовать переменную после вызова метода takeOwnership, компилятор сообщит вам об ошибке. Но при повторном использовании переменной x все будет в порядке. Возвращение значений также может переместить владение. При передаче данных в функцию и из функции удобно использовать кортежи. Для упрощения работы с владением памятью существуют ссылки, которые мы рассмотрим в следующем уроке. На этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Тед. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok